Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении, Астасатур Петрусян. Вопросы армян Западной Армении. Если блокада продолжится, осенью и зимой в Арцахе будут серьезные энергетические проблемы. Парламентская группа дружбы Канада-Арцах выбрала новых сопредедателей. Президент Арцаха встретился с представителями Союза добровольцев, Союза ветеранов войны в Афганистане и офицерами запаса. Факт непризнания азербайджанской агрессии против Армении не обоснован. Армен Брикорян. Союз франкофонии в Арцахе опубликовал заявление в поддержку Республики Арцах. Сегодняшний герой рубрики «Уроженцы Западной Армении» – выдающийся деятель Арцахской освободительной войны, стоящий у истоков движения, переданный Родине военному делу Асфазатур Петросян. Асфазатур Аветикович Петросян родился 8 декабря 1952 года в Ереване в селе Айпам Спитакского района Армянской ССР. Ныне община Лернопар Арагацотской области в семье служащего. Окончил местную восьмилетнюю школу с отличием. Далее в 1970 году окончил Кироваканскую восьмую среднюю школу имени Сундукяна. В 1975 году окончил горно-металлургический факультет Ереванского политехнического института имени Маркса, получив квалификацию инженера-металлурга по специальности металловедения, технологии, оборудования и термической обработки металлов. В 1975-78 годы командирован филиал Московского авесородительного завода номер два города Ямпол в Веницкой области. Работал инженером-технологом, старшим инженером по металлографии и технологии термообработки. В 1987 году отлично окончил всесоюзные высшие курсы квалификации по металлургии и современным измерениям Тбилисского института. Автор многочисленных статей, монографий, научных открытий, изобретений и вкладов, начиная с защиты диплома по научной теме ERP. Автор ряда статей о национально-освободительном движении 1990 года. Под руководством Петрусяна с 1995 по 2007 год были опубликованы статьи по военной истории, военной науке, военной безопасности, военно-стратегические статьи, монографии, публистические материалы, книги и брошюры. В качестве военного советника дал консультации по книгам к фильмам «Смертники», «Дро», «Нэжде», «Сардарапад», «Баш», «Апаран». С 1988 по 1991 год участвовал в карабахском движении как председатель Карабахкомитета «Алмаст». Далее избран заместителем председателя военного совета, координатором информационного отдела комитета Карабах. Полная статья доступна на нашем сайте. Европейский путешественник-археолог Роберт Киркпортер, побывав в Джуге в начале XIX века, отметил, не преувеличу, если скажу, что тысячи надгробий древнего армянского племени выделялись в этой усыпальнице. Различные воспоминания, которые приходят в голову на данном частном земельном участке Востока, наводят на мысль, что человек ходит по огромному кладбищу. После переноса джуги в 1648 году путешественник Александр Родос, пройдя через джугу, констатирует, что там имелись около 10 тысяч хорошо сохранившихся хачкаров. Через три века после Шаха Баса приходит новая безжалостная рука, чтобы разрушить кладбище. В 20 веке регион ходил в состав Царской России, строительство железной дороги привело к многочисленным разрушениям. Оглушительные взрывы мин наводили на мысль, что это второй ураган, который накрывает старую джугу. В 1914 году талантливый художник Мартирос Сарьян после того, как побывал на кладбище, написал «Джюльфем мы посмотрели на гениальные хачкары джуги, через лес хачкаров проходила железная дорога. Хачкары поразили меня своей неповторимой художественной ценностью, удивительным разнообразием мотивов и ритма. В то же время я был шокирован, увидев, что часть из них была уничтожена при прогладе железной дороги. В 1920-21 году Южный Кавказ силой оружия был советизирован, на Хадживан и Арцах были аннексированы Баку. Следует отметить, что уже в конце 20 века бакинские власти окончательно приступили к уничтожению армянских хачкаров и армянского культурного наследия на территории Нахадживана. По распоряжению властей Азербайджана в ноябре 1998 года началось уничтожение кладбища в джуги. 9 ноября 2002 года возобновился культурный геноцид. Часть хачкаров и надгроби в форме овна разрушали, часть отправилась в неизвестном направлении. Согласно фотографиям очевидцев, сделанных осенью того же года с иранского берега реки Аракс, на кладбище не осталось ни одного хачкара. По распоряжению бакинского правительства с 10 по 14 декабря 2005 года подразделения вооруженных сил Баку окончательно уничтожили армянское кладбище в джуги. Разрушение многовековых историко-культурных памятников осуществили около 200 военнослужащих вооруженных сил Баку, которые молотками и ломами превратили в щебень, рассеяв в реке Аракс, хачкары и надгробие кладбища джуги, сохранившиеся после разрушения с 1998 по 2002 год. В начале марта 2006 года на территории кладбища, являющегося историко-культурным памятником, было построено стрельбище для вооруженных сил Азербайджана. Если блокада продолжится осенью и зимой в Арцахе, можно будет ожидать серьезные энергетические проблемы. Об этом в эфире Альфа-Ньюс заявил защитник прав человека республики Герам Степанян. Говоря об энергетическом кризисе в Арцахе и опустошении Сарсанского водохранилища, международное сообщество знает об этом. Накануне у меня и у других официальных лиц из Арцаха состоялась встреча с высокопоставленными зарубежными чиновниками, которым мы представили проблему с Арцахского водохранилища. Встреча носила консультативный характер. Других подробностей я не могу назвать. Все существующие ожидаемые угрозы были представлены, в том числе и на нашей вчерашней встрече, сообщил Степанян. Говоря о молчании международного сообщества по поводу экологической катастрофы, омбусмен Арцаха подчеркнул. Шесть месяцев баллокады показали, что заявленное в международных отношениях повестка защиты прав и свобод человека уступает повестке экономических, политических интересов государств и никоим образом не считается приоритетом. Напомним, в результате блокады Арцаха властью в Баку с 12 декабря 2022 года в республике начался энергетический кризис, для смягчения которого построено Сарцахское водохранилище ГЕС стало работать в беспрецедентном режиме, в результате чего на сегодняшний день водохранилище практически обезвожено. Парламентская группа дружбы Канада-Арцах провела свое ежегодное заседание в Оттаве. На встрече подчеркнули укрепление связи между народом Арцаха и канадскими парламентариями, обеспечение площадки для конструктивного диалога, важное стремление народа Арцаха к миру и гармонии. В ходе заседания сопредседателями группы были призбраны сенатор Лео Усакус, депутат Рейчел Томас, вице-президент группы депутат Александр Булерис. Группа станет источником надежды и поддержки для населения региона, позволив народу Арцаха сотрудничать с канадскими законодателями, озвучивать свои истории и обсуждать общие ценности уважения, терпимости и прав человека. Правительство Западной Армении приветствует работу парламента Канада на ежегодном заседании парламентской группы дружбы Канада-Арцах. Приветствуем решение советников Канады продолжить работу группы для мира народа Арцаха и сотрудничества с канадскими законодателями. Канада должна служить примером, остальные государства также должны поддержать Арцах и Арцахство в сложной борьбе за защиту своей Родины и прав. Президент Арцаха встретился с представителями Союза добровольцев, Союза ветеранов войны в Афганистане и офицерами запаса. Как стало известно, армия пресс-эспресс-левиза аппарата президента Арцаха Арай Курдюстян представил военно-политическую обстановку, рассказал о политике властей в обеспечении безопасности Арцаха. Президент высоко оценил вклад в знания и опыт участвующих в совещании структур выкрепления оборонной безопасности Родины, выразив готовность использовать их в жизненно важных для Арцаха направлениях. 8 июня секретарь Совбеза армия Григориан выступил на очередном заседании секторей Совбеза государств-членов ОДКБ, как сообщили Нюзаем в пресс-службе Офиса Совета Безопасности Армении. Говоря о вызовах безопасности в нашем регионе, секретарь Совбеза в своем выступлении отметил, что власти Баку продолжают политику применения силы или угрозы силы, пытаются сорвать выполнение достигнутых ранее договоренностей. При этом Баку продолжает нагнетать обстановку не только на армяно-азербайджанской границе, но и в Арцахе и Бердзорском коридоре. Григориан также отметил, что факт непризнания азербайджанской агрессии против суверенной территории Армении и попытка связать это с невыполнением процесса демаркации армяно-азербайджанской границы является необоснованным. Григориан призвал своих коллег дать четкую и целенаправленную оценку ситуации в Арцахе и предпринять действенные шаги, чтобы проживающие в Арцахе 120 тысяч армян не подверглись этнической чистке. В этом контексте создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Арцаха остается для Армении приоритетом. Союз франкофонии в Арцахе принял заявление в поддержку республики Арцах. Как сообщает Арцахпресс, в заявлении отмечается, что в неопределенном контексте угрожающего давления, оказываемое в настоящее время на республику Арцах, Союз поддерживает республику Арцах с 2 сентября 1991 года. Союз франкофония в Арцахе призывает Францию взять на себя свои обязанности, содействуя прямым переговорам между правительствами Степанакерта и Баку, а не содействовать пассивному процессу этнической чистки. Союз призывает официальный Париж применить односторонние санкции за преступную шестимесячную блокаду властями Баку, которую Международный суд требует немедленно и безоговорочно прекратить. Также использовать материально-технические операционные средства для разблокирования Арцаха в соответствии с принципом ответственности за оборону, принятым Генеральной Ассамблеей ООН. Союз франкофонии в Арцахе отмечает, С момента установления блокады Арцах не в состоянии реализовать программы, направленные на содействие к культурному и социально-экономическому развитию Арцаха. И в завершении новостей послушаем музыку. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok